Здравствуйте! В нашей телевизионной старой школе Мы учимся говорить, говорить правильно и красиво На прошлых уроках мы тренировали речевой аппарат Я надеюсь, научились правильно дышать И поняли, что для того, чтобы достичь высот в искусстве звучащего слова Надо заниматься ежедневно Я надеюсь, что все это время вы этим и занимались И артикуляционной гимнастикой, и дыханием Ну а сейчас давайте вспомним пройденный материал Сделаем несколько упражнений Упражнение для челюсти Опускаем челюсть Закрыли Открыли Почувствовали напряжение в мышцах? Да Хорошо Упражнение для губ Вытянули губы вперед В стороны Не разжимая в стороны Хорошо Круговые движения губами в одну сторону, в другую сторону По десять раз можно сделать Десять раз в одну сторону, десять раз в другую Хорошо Натягиваем губы на зубы И соскальзываем силой Только все должно быть расслаблено Шея Расслаблено Шею Сидим ровно Верхняя губа Вверх на место Нижняя Вниз на место И упражнение для языка Давайте сделаем круговые движения языком И в другую сторону Сегодня у нас более тесное знакомство С гласными звуками русской речи Сразу ютированные напишем Я Ё Ю Е Начнем со звука У Какое положение должен принять наш речевой аппарат? Губы сложены трубочкой Вытянуты Язык сильно оттянут назад Воздух выдыхается в кольцо губ Попробуем произнести У У У У У Хорошо Очень просто, да? Звук И Нижняя челюсть немного выдвигается вперед Так называемый неправильный прикус Кончик языка Кончик языка оттянут назад Воздух выходит в щель между зубами Следите, чтобы воздух выходил вот прямо И Если, да, если ударите в зубы, будет совершенно другое качество звука И Правильный прикус Кончик языка выпирается в нижние резцы Воздух направлен, как всегда, в щель между зубами И И И И Хорошо Звук О Губы у нас округлой формы Немного вытянутые вперед Выдох должен быть фонационный То есть теплый Вот если представить, как мы согреваем руки Ребенку или себе на морозе Да? Как мы дышим Вот и звук О Таким же образом образуется О О О Артикуляция звука А и звука Э Требует большего напряжения Хорошо развитой и подвижной нёбной занавески Широко открывающейся глотки Мы только что с вами делали упражнение, да? На глотку, вот нёбную занавеску поднимали Вот это всё нужно для звука А и И Кроме того, тут работают и губы Верхняя губа должна приподниматься Нижняя чуть-чуть опускаться, чтобы обнажать резцы зубов Звук Э Зубы обнажены, расстояние между зубами большой палец Кончик языка у нижних резцов Нёбная занавеска приподнята Э Губа верхняя, зеркало возьми Следите, следите с помощью зеркальца За своей артикуляцией А рот открыт? Э Э А губа? Видите, оказывается, не так просто Вот это недостаток нашей речи, обыденной речи Мы не открываем рот Мы ленивые Ну, надо признаться Звук А Края верхних резцов обнажены Раствор рта Между зубами Два пальца, положенные друг на друга Кто-нибудь так широко открывает рот Когда произносит в словах Ударный Звук А Навряд ли А надо Пробуем А Вот послушайте Если этого не делать Вот то, что я сейчас сказал А произнести А Вы слышите, совсем другой звук получается Его качество другое Это Это не А Это А Давайте мы встанем все-таки Давайте мы произнесем гласное С твердой атакой звука Различаются три атаки звука Мягкая атака звука Которой мы и будем пользоваться в нашей речи Как правило Это когда одновременно Диафрагма начинает выталкивать воздух И артикуляционный аппарат у нас Уже готов к произнесению того или другого звука Это мягкая атака А Есть придыхательная атака Если мы вспомним Татьяну Васильевну Доронину Великую русскую актрису Вспомним, как она говорит Она говорит с придыханием Красиво это очень получается Сейчас для таблицы гласной Мы с вами будем использовать твердую атаку звука Нам надо, чтобы диафрагма уже начала выталкивать воздух А мы еще делаем какую-то там миллисекундную задержку Звук начинается как бы со щелчка А Слышите щелчок в начале звука? А О У Э И И Диафрагма у нас выталкивает звук Не на связке напряжения А только диафрагмой Сначала выдохнем Громко на ПФ Вдох Много воздуха не берите Чуть-чуть И начали А О Маленький делаем добор И еще раз А О У Э И А веселей А О У Э И Ну А теперь без меня Выдох Стоп Выдох Все упражнения начинаем с выдоха Маленький вдох Начали А О У Э И И Звук Должен быть светлым А светлый он будет тогда Когда мы будем открывать рот Когда будем губу верхнюю поднимать Ну в тех случаях Когда это нужно И вот тогда у вас будет светлый И красивый Радостный звук Давайте мы сделаем такое упражнение Вместе произнесем Впереди у нас будет звук А А А А О А У А А А А А И Это одновременно является и артикуляционной гимнастикой Как вы пони Поехали Выдох Вдох Небольшой Начали А А О А 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 Первый звук О О О О О О О О О И Так Все Запутались Да У Первый звук Начали У-а-у-о-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Давайте мы с вами произнесем нашу таблицу не отдельно каждый звук, а вместе. Один звук переливается в другой звук. Выдох. Вдохнули. Немножечко, немножечко начали. Маленький добор. Начали. На одном выдохе три звука. Потом делаем маленький добор. Выдох. Вдохнули немножечко. Начали. Вдох маленький. Хорошо. Садитесь. Произносите за мной слова. Это слова односложные. Следя за точностью артикуляции. Вспоминайте, да, как у нас расположен артикуляционный аппарат на тот или иной звук. Итак, вместе со мной. Парк. Еще раз. Парк. Спал. Спал. Бал. Полк. Полк. Пес. Пес. Боль. Будь. Быль. Путь. Тыл. Дань. Дом. Стук. Дуб. Дуб. Хор. Фон. Звук. Вопль. Нет. Да. Сад. Цель. Ночь. Мать. Мысль. Щит. Власть. Русь. Лист. Молодцы. Мы вам напечатали пословицы. Давайте мы сейчас их будем произносить, обращая особое внимание на гласные звуки в ударных слогах. Даш, поехали. Ворона из-за моря летала, а ума не достала. Только вместе произнесем «а ума не достала». А ума не достала. Молодец. Саша. Язык болтает, а голова не знает. Кто хочет много знать, тому надо мало спать. В одиночку не одолеешь и кочку, артелью и через горы в пору. Только артелью мягкое произношение. Илья. Не тот умен, кто много говорит, а тот, кто попусту слов не тратит. На языке мед, а под языком лед. Думай вечеру, делай поутру. Думай вечеру, делай поутру. Ага. Понятно? Задание на дом. Эти пословицы, поговорки у вас, листочки остаются. Освойте и постарайтесь как бы глубже проникнуть в их содержание. Завершим наш сегодняшний урок с короговорками. Даша, давай. Шесть раз. Добыл бобов бобыль. Добыл бобов бобыль. Добыл бобов бобыль. Добыл бобов бобыль. Вы считаете, добыл бобов бобыль? Добыл бобов бобыль. Хорошо. Очень хорошо. Только головой не трясти. Хорошо. Попытка-непытка. 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 Вы видите, я акцентирую ударные гласные. Давай. Попытка-непытка. 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 Молодец. Речисто да нечисто. 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 Молодец. Трофим, от топота копыт пыль по полю летит. От топота копыт пыль по полю летит. От топота копыт пыль по полю летит. От топота копыт пыль попали. Стоп. Если два согласных звука встречаются, да, от топота, там два Т, произносятся не как два звука, а как один звук, но с задержкой. Ты правильно потом сделал, на второй раз, третий и четвёртый. От топота копыт. Всех скороговорок не перескорговоришь, не перевыскорговоришь. Саша? Всех скороговорок не перескорговоришь, не перевыскорговоришь. Это как-то это. Ну да. И ещё какая ошибка. Перед тем, как начать, он что сделал? Он сказал «э-э-э». Звук «э-э-э» Во-первых, «э-э», это другой звук, а «э-э-э», это не надо. Так, долг за тобой остаётся. Съел, молодец, 33 пирога с пирогом, да все с творогом. Съел, молодец, 33 пирога с пирогом, да все с творогом. Вот, кстати, в этой скороговорке правильное ударение на слове «творог». Так, ну что, задание на дом. скороговорчики и наши любимые гласные звуки по единственно что забыл сказать ютированный в начале идет звук ю да а потом полногласный из первого ряда давайте произнесем на этом и закончим я очень хорошо на следующем уроке продолжим заниматься дикцией спасибо всего добро